Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова. Я руководитель проекта FinTechStop, организатора профессиональных онлайн-событий. Сегодняшний вебинар мы проводим совместно с компанией Unicorn Outsourcing. И в центре нашего внимания сегодня будет налогообложение в сфере IT. Будем разбираться, как подготовить компанию к изменениям в 2024 году, как минимизировать налоговые риски, а также как работать по новым правилам в 2025 году. В общем, впереди нас ждет полтора-два часа очень интенсивной работы. И о самом важном в этой сфере нам расскажет наш прекрасный спикер Марьяна Денисова, руководитель проектов по направлению развития бухгалтерских услуг Unicorn Outsourcing. Друзья, я рада передать слово Марьяне. И я со своей стороны тоже перехожу в стан зрителей, буду с удовольствием слушать нашего спикера. Также вас, друзья, приглашаю активно участвовать в сегодняшней работе. Давайте вместе сделаем сегодняшнее мероприятие максимально полезным. А я рада передать слово Марьяне и перехожу к зрителям. Марьяна, вам слово. Марьяна Денисова, спасибо. Коллеги, всем добрый день. Очень рада, что нам предоставлена такая возможность встретиться на этой площадке и обсудить насущные для IT-отрасли вопросы в области налогообложения в первую очередь. Тогда я попрошу перейти на второй слайд нашей презентации. Здесь размещена информация о нашей компании, о компании Unicorn. Если вы о нас еще не знали, не слышали, то вот наши регалии, достижения и те услуги, которые мы оказываем. Это аутсорсинг, классический, бухгалтерский, и юридический, и финансовый, и разнообразная консультационная поддержка. Немножко организационных моментов, буквально чуть-чуть. Сейчас вы на слайде видите ту программу, которую я запланировала на ближайшие два часа. Это на тайминг. По поводу организационных моментов. Я сегодня не планирую в режиме БЛИЦ отвечать на вопросы, которые вы будете задавать в чате. Но я призываю вас активно это делать. Активно и спокойно, потому что все вопросы мы заберем к себе в работу и разместим ответы на эти вопросы в нашем телеграм-канале. Если, конечно, это будет возможно без проработки дополнительной информации, документов и так далее. Более того, я все-таки думаю, что мы с вами поработаем в режиме диалога. Попрошу поделиться вашим мнением по поводу нескольких вопросов, которые дальше у нас по поводу встречи возникнут. Поэтому будьте, пожалуйста, активны в комментариях. Все вопросы не останутся без внимания. Мы их рассмотрим в нашем телеграм-канале. Содержание у нас из шести больших буллетов состоит. Поэтому начнем. Быстренько пройдемся по точечным поправкам, которые были внесены в налоговый кодекс и правила аккредитации в 2024 году. Это далеко не все поправки, которые, естественно, были в налоговом законодательстве, которые так или иначе затрагивают, в том числе представителей IT-отрасли. Но это те изменения, которые, в общем-то, послужили инфоповодом для нашей сегодняшней встречи и которые создали для нас возможность обсудить все дальнейшие темы, которые заявлены были для рассмотрения на вебинаре. То есть предупреждаю, что поправки не исчерпывающие. Выбрала только самое важное, о чем хочется поговорить сегодня. Пойду. Если презентация мелковата и вам не видно и не очень удобно, я хочу напомнить, что всегда площадка делится презентацией спикеров, поэтому вы ее увидите у себя, сможете потом изучить и что-то еще перепроверить. Я буду информацию, ну, не зачитывать, но, во всяком случае, в большинстве своем проговаривать. И вот сейчас я пойду по колоночкам. Сначала закон 176 ФЗ, рассмотрим потом закон 259 ФЗ и дальше небольшие изменения в аккредитацию. То есть логика моего спича в этой теме будет такая, если вам нужно следить за текстовой информацией, которую я озвучиваю. Итак, 176 ФЗ, ставка 5% для IT-компаний с 2025 года. Об этом, естественно, все знают, все слышали. Уже не новость, но повод, опять же-таки, для того, чтобы подумать, запланировать налоговый бюджет на 2025 год, посмотреть на те налоговые системы, преференции, которые применяет компания, либо применяет группу компаний, где есть IT, где есть IT-юнит, выделенный в отдельную юридическую единицу. Повышение ставки, казалось бы, не очень большое, но, естественно, все чувствительно. И это повод, чтобы дальше нам некоторые проверочные мероприятия провести. Ставка эта 5% полностью относится на федеральный бюджет, и сейчас в законе она предусмотрена на период 5 лет с 2025 по 2030 год. Что еще 176 ФЗ изменил? Ну, во-первых, этот закон сохранил ту льготу, которая была предусмотрена в переходном периоде для компаний, которые имели государственное участие или имели неосторожность реорганизоваться в начале применения налоговых преференций, но в целом эти компании были аккредитованы до 1 июля 2022 года, и на тот момент, когда изменения в налоговый кодекс вносились, некоторые крупные игроки рынка могли просто, в принципе, лишиться льготы, потому что у них было госучастие, либо была проведена реорганизация. Вот этот переходный период, который и тогда в налоговом кодексе был предусмотрен в 2022 году, о праве таких компаний с госучастием, либо реорганизованных все-таки продолжать льготу, если они были аккредитованы до 1 июля 2022 года, и если они применяли льготу в 2022 году, вот она пролонгирована и на будущие периоды с 2025 по 2030 год, когда ставка будет 5%. То есть для этих компаний ничего не меняется, они продолжают применять преференции для IT-компаний, которые были установлены этим переходным периодом, с одной лишь разницей, что ставка для них меняется, так же, как и для всех, и составляет 5%. Что еще появилось? Появились новые возможности для реорганизации. То есть вообще слово реорганизация, и этот процесс для IT-компаний был с восклицательным знаком все это время, потому что вот на переходный период как бы дали добро применять нулевую ставку, но дальше любые объединения, разделения и так далее с целью получения налоговой преференции, они, естественно, рассматривались налоговиками внимательно, хотя нельзя сказать, что был вообще полный запрет. Дальше еще немножко об этом скажу. Но, тем не менее, сейчас в самом налоговом кодексе заложены два варианта реорганизации, которые возможны и не дают утрату у льготного режима, льготы по налогу на прибыль и по страховым взносам. Это реорганизация в форме слияния, которая планируется, например, в 2025 и в 2026 году. Такая реорганизация не принесет потери льготы по прибыли и по страховым взносам, если в 2024 году участники реорганизации тоже применяли льготные ставки. Здесь, скорее, нет никаких новостей. Это просто положение, которое теперь закреплено в законе. Но прежде Минфин разъяснял аналогичным образом в письмах своих возможность реорганизоваться в форме слияния, по-моему, да, по-моему, слияния, тем компаниям, которые применяют льготу. Если и та, и другая компания применяют, то, в принципе, запреты законодатели Минфин не видели. И сейчас это, получается, приобрело статус уже законодательной нормы. Следующая возможность по реорганизации, она касается другой формы, формы выделения и распространяется уже на период 2024 и 2026 год. Льгота сохраняется при условии, что в 2023 году реорганизуемая компания применяла льготы. Для чего вообще данная возможность появилась в налоговом кодексе? Есть предположение, что с учетом еще иных поправок, о которых мы дальше с вами будем говорить, в отдельных компаниях возникнет проблема с подтверждением уровня квалифицированного дохода. И эти потоки вполне возможно и логично выделить, например, в отдельную компанию, которая, да, не будет льготироваться, но при этом они не помешают основному лицу, основной организации все-таки остаться на льготном режиме и применять ставку 5% по налогу на прибыль и пониженную ставку страховых взносов 7,6 или, ну, если большие выплаты в адрес сотрудников имеются. И вот в этом случае ясности в законе не было, можно ли провести такую реорганизацию, как на нее посмотрят Минфеины и так далее. Поэтому неплохо, что она появилась в законе, и теперь эти возможности игрокам отрасли ясны. То есть реорганизоваться в форме выделения можно, причем можно реорганизоваться и в 2024 году, и в 2025, и в 2026 году. При условии, что компания, которая реорганизуется в 2030 году, применяла льготу, она может выделить сегодня и по 2026 год. компания, которая не будет аккредитована и не будет использовать эти льготы. Такая возможность есть. Вот в этом вижу суть поправок по реорганизации. Дальше следующий блок, решила все-таки о нем сказать, это возможность снижения региональной ставки по налогу на прибыль для малых технологических компаний. Власти в этом году активно заявляли о том, что часть преференций из IT-зектора убирается, в частности, нулевая ставка, но появляются дополнительные возможности. Вот эти дополнительные возможности, в том числе, связаны с поддержкой малых технологических компаний. Почему возможность снижения региональной ставки? Ну, потому что, если они не могут использовать льготу по налогу на прибыль в виде 5% отчислений в федеральный бюджет и, так или иначе, вынуждены наплатить общую ставку, регион может стимулировать их развитие, в том числе, через управление региональной ставкой налога на прибыль. Это то, что касается 176-го закона. Какие мы можем сделать вообще выводы по этим поправкам? Для прибыльных IT-компаний налоговая нагрузка растет, математика простая, 5% налога на прибыль. Продлеваются льготы для компаний, которые были аккредитованы до середины 2022 года, даже при наличии госучастия реорганизации и появление новых возможностей по реорганизации без потери льгот. Вот это три основных боли, которые можно выделить в качестве выводов из всего того, что я озвучила по 176-му закону. Дальше возвращаемся в начало таблицы и обсуждаем 259 ФЗ закон, что нового и интересного он внес в жизнь IT-компаний. И не только. Первое изменение – это возможности переноса нового убытка, то есть убытка, который будет образовываться, начиная с 2025 года, на будущее без каких-либо ограничений по размеру налоговой базы. То есть прежние положения состояли в возможности уменьшить налоговую базу только в размере 50% единоразово и продолжать это уменьшение можно было в течение определенного периода времени. Сейчас эти условия отменены, новые убытки, в том числе и полученные IT-компаниями, которые платят налог на прибыль уже с 2025 года в размере 5%, они могут быть перенесены на будущее без каких-либо ограничений. Скорее положительная поправка для тех, у кого все еще наращиваются убытки, растут инвестиции и еще нет отдачи от этих инвестиций. Что касается переноса старых убытков, убытков, которые были образованы до 2025 года, в 2024 и ранее, в период применения нулевой ставки. Сейчас буквально налоговый кодекс сформулирован таким образом, что IT-компании, которые применяли нулевую ставку до 2025 года и наращивали свои убытки, не имеют никаких ограничений по переносу их на будущее, на расчет налога в 2025 и в последующих годах, когда они уже будут уплачивать налог по ставке 5%. Сейчас налоговый кодекс сформулирован таким образом. Его можно так прочитать, так интерпретировать. В экспертном сообществе, естественно, есть опасения, будет ли так, не будет ли каких-то запретов и разъяснений письмами, потому что в целом в налоговом кодексе сейчас эта норма сформулирована таким образом, что не все компании, которые применяли ноль до 2025 года по налогу на прибыль, получили такую возможность переносить убытки. То есть перечислен ряд статей, согласно которым ставка нулевая, которая устанавливалась для определенных видов деятельности, фактически отрезает возможность переноса убытков на будущее. Норма, которая устанавливает нулевую ставку для IT-компаний, в этом перечне отсутствует. И исходя из этого, обратным счетом мы делаем вывод, что IT-компании все-таки смогут перенести свои убытки на будущее. Дальше мы будем еще говорить об этом подробнее. Сейчас промежуточно утверждаю, что это возможно, хотя не исключается вероятность того, что Минфин ФНС разъяснят иначе свою мысль. Пока налоговый кодекс выглядит именно так и запрета на перенос убытков не содержит. Это тоже неплохая новость, скажем так, по сравнению с той, с последующей, которую сейчас обсудим. она заключается в том, что доход от использования иностранного софта, который был разработан в группе иностранной мамы, например, или севтеринской компании, он больше не будет с 2025 года обеспечивать приток квалифицированной выручки, которая включается в расчет, в расчет пропорции 70 на 30, то есть 70-процентную долю, этот доход больше включаться не будет. Почему? Потому что из понятия группы компаний исключены иностранные организации, кроме тех, которыми в конечном итоге управляют и владеют, но являются контролирующими лица российские лица. Таким образом, наличие иностранца в группе разработчика и владельцы ПО, которая здесь, российской компанией, предоставлялась в пользование, в пользу сензионному договору или иначе использовалась, и приносила квалифицированную выручку, за этот момент он перестает работать с начала 2025 года. В 2024 году еще есть возможность эту выручку включать в размер квалифицированный. В расчет пропорции, в 70% долю и обеспечивать применение льготной ставки 0%, если это актуально. Следующая поправка, она скорее техническая, нежели какая-то сенсационная и меняющая правила игры. Классифайды в сфере такси и общепита однозначно не генерят квалифицированную выручку, включаемую в 70% долю для IT-компаний. Этот вопрос был разъяснен ведомствами, Минфином и ФНС еще в 2024-2023 году именно таким образом, но полностью исключить из состава квалифицированной выручки вот эти потоки позволила именно эта поправка, потому что формулировки налогового кодекса были таковы, что позволяли позволяли трактовать тем, кто искал лазейку или возможность все-таки применять льготу в этой сфере, трактовать налоговый кодекс таким образом, что если спасибо что если исполнитель услуг является индивидуальным предпринимателем, а не организацией, то вроде как возможно заказ его услуг с использованием определенного ПТО считать приносящим квалифицированную выручку. Сейчас просто эта формулировка из налогового кодекса ушла, организации заменены на лица в соответствующей поправке и пользование ПО именно для тематических объявлений любых лиц в сфере такси и общепита и услуг как организации так и индивидуальных предпринимателей однозначно нам говорит о том, что это не является квалифицированной выручкой. Так, по этому закону у меня, наверное, все поправки, которые я бы хотела подсветить и которые предопределяют дальше следующие шаги, которые мы будем обсуждать. здесь два основных момента, которые хотелось бы зафиксировать как итоговые. По ленинам кодекса мы понимаем, что и прошлые, и будущие убытки будут учтены IT-компанией и перенесены на будущее, пока это возможно, исходя из буквальных прочтений налогового кодекса. и мы понимаем, что у отдельных компаний объем квалифицированной выручки может существенно измениться, если они использовали в своей деятельности групповое ПО, которое было создано иностранным участникам материнской или сестринской или дочерней компании. Вот такие два момента по 259 ФЗ. Что касается аккредитации, здесь мы долго не будем останавливаться, потому что по большому счету никаких серьезных изменений, упрощений этой процедуры не произошло. Она в принципе достаточно отлаженно происходит через госуслуги и те, кто проходит уже ее не первый раз не представляет особой какой-то сложности. в части проверки уровня заработной платы внесены в правила аккредитации ее подтверждения некоторые поправки, которые теперь анонсированы Минцифрой как упрощение, но на самом деле они всегда вот в последние два года проверяли средний заработок за именно два квартала, а не за пять, как было написано в постановлении, поэтому тут эта поправка ничего существенно не изменила. В год создания компании ей не нужно подтверждать свою аккредитацию, это тоже вполне логично, упрощение как бы несенсационное. что не произошло и не изменилось в плане аккредитации на 25-й год, пока не появилось критерия проверки на наличие иностранного участия в компаниях. То есть эту поправку не ввели, она обсуждалась параллельно с поправками в налоговый кодекс, то есть если иностранный софт не приносит квалифицированную выручку и как бы аннулируется из этого объема, то в общем-то было бы логично, что постепенно и из состава аккредитуемых IT-компаний будут убираться лица, в которых доля участия иностранных компаний больше 50%. Эту поправку обсуждали, но на данный момент вот последними изменениями восстановления, которые вступили в ЗИО в конце августа этого текста нет. Если вас интересует документ, в котором эти положения существуют и обсуждаются на Regulation.gov, я могу поделиться ссылкой, обращайтесь, проинформируем, скажем так. Произошли изменения по поводу аккредитации малотехнологических компаний, но это тоже норма, которая корреспондирует с теми возможностями налоговыми и преференциями, которые предусмотрены на 25-й год в части снижения регионального налога на прибыль. По большому счету тоже поправка не сенсационная, поэтому какие мы можем сделать выводы существенных упрощений в плане аккредитации не произошло, то есть в общем порядке, в привычном режиме на госуслугах все заявления и документы прилагаются именно там через личный кабинет, те, кто должны подтвердить долю выручки, делают определенную справку и расчет. Напомню, что для получения аккредитации используется другая пропорция IT-доходы должны составлять не менее 30% от общего дохода и структура этих IT-доходов она отличается от тех IT-доходов, которые предусмотрены налоговым кодексом, то есть это 30% и это более лайтовый, скажем так, список IT-деятельности аккредитацию получить проще, чем получить льготу, ну, в каком-то смысле, если ориентироваться на объем выручки. Это то, что касается законодательных изменений. Здесь прогноз на 2025-2026 год, что вообще по итогам этих изменений хочет законодатель увидеть от налогоплательщиков. Из открытых источников известно, что Минфин, Минцифры естественно будут наблюдать, как работают нововведения, как работают поправки. Вообще в процессе обсуждения законопроектов по изменению налогового кодекса, когда еще они 176 ФСЗ, не 259 ФСЗ, не приобрели статус законов, звучали утверждения о том, что для IT-компании необходимо ужесточать режим инвестирования в основные средства, в нематериальные активы, в какую-то другую IT-инфраструктуру, потому что есть статистические данные о том, что более 80% сэкономленных в результате IT-маневра средств, они в итоге направлены на выплату дивидендов. В частности, это была инициатива мэра Москвы, который в пересчете на деньги эти 80% посчитал как 50 миллиардов рублей потери, в общем-то, ну, не прямые потери бюджета, но, тем не менее, те средства, которые не инвестировались, не поступили в бюджет в качестве налоговых отчислений, а поступили в качестве дохода собственников IT-компаний. И ввиду данного обстоятельства вот как раз хотели и обсуждали такую инициативу относительно обязательного инвестирования в инфраструктуру основные средства НМА и повышение уровня заработной платы, которая имеется сейчас. Эти инициативы не были поддержаны и преобразованы вообще в какой-то в какой-то проект постановления, проект закона поправок налоговый кодекс, но, тем не менее, то есть сигнал поступил и смотря на то, что в экспортном сообществе есть разные мнения и консалтиновые компании, которые активно работают в IT-сфере, не наблюдают тотального выплаты дивидендов и вывода средств в виде дивидендов в IT-сфере, но, тем не менее, то есть раз этот сигнал получен, то есть у меня большое пожелание посмотреть на именно свои, на свою структуру финансовую в бизнесе, то есть как действовали вы, как работали, инвестировали, забирали доход и так далее. и если для вас актуальна тема выплаты промежуточных или годовых дивидендов, вы понимаете, что, возможно, есть в этих операциях у вас, в вашей компании некие там серые зоны, пробелы и так далее, и тому подобное, пожалуйста, напишите сейчас в комментариях кодовое слово дивиденды, и если мы увидим, что это вам нужно, мы обязательно сделаем пост про то, как правильно выплатить промежуточные дивиденды, годовые дивиденды, на что нужно обратить внимание, где нужно себя проверить, в том числе, если компания применяет УСНО, потому что дальше мы будем говорить о возможностях и потенциале в том числе этих компаний по переходу на упрощенный режим, и это тоже может быть актуально. Возможно, у нас сейчас здесь есть участники вебинара, которые уже применяют УСНО, и для которых актуально выплаты дивидендов уже сейчас. Пожалуйста, маякните, если мы увидим, что для вас это актуально, мы сделаем и выложим эту информацию в нашем телеграм-канале. Вы сейчас на слайде, кстати, видите QR-код, по которому можно перейти, посмотреть, полистать, что у нас там есть, подписаться при желании, если вы сочтете эту информацию для себя полезной. Пожалуйста, приглашаем, всем всегда очень рады. Так, что еще здесь не сказала? Ну, как инициатива, оформленная уже в некий проект документа, можно сказать о предложении Минцифры, который, в общем-то, челленджит такую историю, как отчисление 5% профильные вузы со стороны IT-компаний и, ну, как бы, обеспечить себе тем самым продление аккредитации в 25-м году. Будет ли эта инициатива преобразована в итоговое, там, в оправке постановления или нет, это неизвестно, но сейчас в информационном поле обсуждается вот именно такая, именно такая вещь, не инвестиция в нематериальные активы, а инвестиция в людей, сотрудников знания профильной вузы. Вот, следите, пожалуйста. Здесь большой блок для нашего обсуждения уже по поводу практических действий и тех мероприятий, которые нужно предпринять и сделать в связи с сведением тех поправок, которые проговорили. Он состоит из двух больших разделов. первый раздел это рекомендации по проработке принципов бухгалтерского налогового учета по договорам с заказчиками и следующий блок это проработка принципов по капитализации либо некапитализации затрат при создании НМА, заказного ПО, ну, в общем, активов, которые связаны с эти деятельности. Безусловно, важно сказать, что применение льготы обеспечивает в первую очередь соблюдение уровня 70-процентного уровня квалифицированной выручки. Без этого не будет никаких льгот, чтобы мы не проверяли, какие принципы бухгалтерского налогового учета по договорам с заказчиками мы не челленджили. Это да. о некоторых нюансах определения выручки в качестве квалифицированной и неквалифицированной мы дальше поговорим. Но здесь хочется отметить следующее. В целом, период применения нулевой ставки IT-компании были несколько расслаблены в части проработки своей учетной политики и бухгалтерской, и налоговой учетной политики в отношении порядка сбора затрат, принципов ценообразования и так далее и тому подобное. Поскольку все-таки на данный момент у большинства компаний среднего малого бизнеса налоговая тема это тема номер один и если нулевой налог платится, то в общем-то нет особого желания работать с методологией налогового учета, поэтому эти области очень часто подзапускаются при льготном налогообложении. Бухгалтерский учет, собственно говоря, примерно в таком же состоянии находится. И вот сейчас нужно все-таки мобилизоваться и со стороны посмотреть на состояние своего налогового бухгалтерского учета, потому что ноль превращается в пять процентов и соответственно все учетные принципы они будут предопределять размер налоговой базы, который будет сформирован в двадцать пятом году, от которого будет считаться эти пять процентов и в том числе и предопределять сейчас и будет предопределять размер налогового убытка, который возможен для уменьшения этой налоговой базы в двадцать пятом году. Первое, на что я предлагаю достаточно внимательно посмотреть, это все-таки зона ценообразования. И на слайде вы видите тезисы относительно того, что налоговики в целом имеют право проверять цены компании, в том числе IT-компании, на рыночность, на соответствие уровню рынка. На этот счет есть отдельное письмо, вы его видите тоже на слайде, оно так и называется, о понятиях незаконная торговая надбавка и искусственно завышенная цена. Ну, понимаем, почему это важно для IT-компании. Если компания в группе и есть возможность через договорные условия регулировать объемы, во-первых, квалифицированной выручки и размер, который влияет на на то, выходит ли компания на 70-процентную долю этой IT-выручки или не выходит, а также внутри группы регулировать, например, затратные статьи внутригруппового заказчика, то нельзя исключать манипуляции в этой сфере. И, собственно говоря, счетная палата уже высказывалась, ну, правда, относительно крупных игроков уже высказывалась о том, что мораторий на антименопольной проверки он перестает действовать уже в 2024 году и у контролирующих органов есть большое желание проверить ценообразование опять же-таки у крупных игроков монополистов на предмет адекватности установления цены на свои услуги. Я предлагаю этот сигнал считать и малым и средним компаниям, потому что для них это тоже имеет значение, но в более прикладной налоговой области, а именно в области подсчета размера квалифицированной выручки, которая давала и дает нам пока еще в 2024 году 0% налога на прибыль сниженный тариф страховых износов, а в следующем году будет давать пониженную ставку 5% по сравнению с 25% это тоже серьезное послабление. Поэтому что здесь можно сказать? Во-первых, налоговики вправе посмотреть на цену, сравнить ее с рыночным размером, корректировать эту цену они смогут только если выявят в неконтролируемых сделках признаки по 54.1, признаки действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, ну, то есть заключения эффективных и формальных и несоответствующих реальности договоренностей и сделок. И в каких случаях вообще налоговики это могут обнаружить и этим могут поинтересоваться? Это не только выездная проверка, на которой сейчас еще сохраняется мораторий, он будет действовать до марта 25-го года. Это далеко не только выездные проверки, это и камеральные проверки, в рамках которых могут запрашиваться и пояснения, и документы, подтверждающие применение льготы. А IT-компания если она применяет ноль, то в общем-то это как раз та самая льготируемая история, под которую налоговики могут запросить больше информации, чем у обычной компании при проведении камералки ее декларации. Следующее налоговое мероприятие, которое вполне реально и возможно в IT-отрасли в том числе, это запрос документов вне рамок каких-либо проверок, это запрос документов по конкретным сделкам, такая возможность у налоговиков есть в соответствии с пунктом 2 статьи 93.1 и в общем-то они активно пользуются и можно сказать не только в области IT, а вообще в самых разных сферах налоговики не стесняются и очень часто запрашивают у компаний не только документы по конкретным сделкам, а вообще документы по всей деятельности начиная от штатного расписания заканчивая расшифровок дебиторской кредиторской задолженности, пояснений по формированию налоговой базы и так далее и тому подобное. Как реагировать на такие требования это тема для отдельного разговора и для отдельного вебинара, что нужно предоставлять и что ни в коем случае нельзя предоставлять. Здесь важно понять, что налоговый орган может запросить документы, по конкретным сделкам, по конкретным договорам, где есть основания считать, что цена завышена. Сделать он вполне может. Если будет запрашивать документы сверх возможного, то да, ему можно отказать, но если будет получено такое требование, то для налогоплательщика это должно стать неким сигналом, что в отношении него возможно проводится тот самый предпроверочный анализ, который никак не регламентирован на уровне налогового кодекса, но о нем все прекрасно знают и слышали. То есть, если налоговый орган запрашивает документов больше, чем в принципе позволяют его полномочия, это повод задуматься, не проводится ли предпроверочный анализ уже в отношении компании. Ну и следующее мероприятие, в рамках которого налоговики могут выявить незаответствие цены по уровню рынка, это естественно встречные проверки, мероприятия по контрагентам, где могут проверяться завышенные расходы, например, и заодно обнаружены завышенные доходы в IT-компании. Здесь, конечно, нет прямой корреляции, прямой зависимости, что если у проверяемого контрагента будут выявлены завышенные расходы, то это обязательно и одномоментно осуществить рекоритет по исполнителю этих услуг, который завышал свои квалифицированные доходы, но это будет повод и сигнал для того, чтобы, опять же-таки, поинтересоваться компанией более подробно. Поэтому цены и ценообразования нужно проверить это важно и в 2024 году, и в целом на 2025 год. Если компании еще не проводились активные налоговые мероприятия, еще не предоставлялись документы налоговые, избыточно не предоставлялись договоры, есть возможность посмотреть, все ли там нормально и принять своевременные меры по исправлению этой ситуации, как минимум по обоснованию той стоимости, которая заявлена в документах и в договорах. Риск здесь, в принципе, понятен, я его проговорю, если сделка будет, и цена по сделке будет признана налоговым органам несоответствующий рынку, и квалифицированный доход будет пересчитан в сторону уменьшения, то это создает риск для того, что компания вообще имела право на применение льготы, и она действительно получала 70% квалифицированной выручки по этим договорам. Ну, вернее, получала вообще в целом квалифицированную выручку, которые включались в 70%, в расчет 70% доли. Так, следующий блок и зона нашего пристального внимания это учетный момент, момент признания доходов и расходов как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Здесь мне очень важно проговорить, что определение момента признания доходов и расходов не может быть произвольным. эти принципы они обязательно должны соответствовать во-первых общим правилам, которые установлены в бухгалтерском и налоговом учете и закреплены в учетной политике компании, если есть выбор, как признавать и доходы, и расходы. Момент признания должен быть обязательно сопоставлен с общей логикой получения экономических выгод, которые заложены в договор. О чем здесь идет речь? Простой пример приведу. Если компания передает права на пользование ПО и при этом предусматривает получение одномоментной платы за это ПО, но при этом в договоре, например, заложены возможности расторжения договора с возвратом определенной части, соответствующей той, которая приходится на срок, которым договор уже не будет действовать. И есть еще некоторые условия, которые позволяют контролирующим органам понять, что имеет место некое оказание услуг в моменте и в налоговых периодах действия или отчетных периодах действия этого договора предварительно заключенного, то одномоментное признание выручки по такому договору может быть поставлено под сомнение проверяющими органами, почему она, например, не распределялась, а была признана сразу и была включена в расчет квалифицированной доли дохода. Это может быть выявлено на этапе анализа договора, то есть несоответствие учетных принципов тому, что в реальности происходит и закреплено в договоре. И следующий момент, который тоже важен и который мог не отслеживаться пристально в период применения нулевой ставки, потому что никак не влиял из года в год на налоговую нагрузку, потому что ее не было. это логика соответствия доходов и расходов по конкретным договорам. Например, когда есть дезонанс, доход признается одномоментно на дату, например, предоставления в пользование ПО, а расход растягивается во времени или наоборот, расход признается одномоментно, доход распределяется, то есть и та и другая часть должны соответствовать друг другу и на это тоже будут теперь обращать внимание проверяющие органы, причем как на доходы и расходы приходящиеся на 2024 год, потому что это могло повлиять на образование убытков, например, ну, соответственно, и в 2025 году. Поэтому какие риски мы здесь можем подсветить прививление операции по несвоевременному признанию как доходов, так и расходов, что, какой эффект возможен, это пересмотр размера квалифицированного дохода в сторону уменьшения, соответственно, риск потери льготы возникает и риск пересмотра расхода либо убытка тоже в сторону уменьшения с исключением вообще, в принципе, возможности его переноса на будущее. Пожалуй, по этому блоку у меня все, и здесь еще хочется проговорить про такую зону внимания, которая тоже очень часто в этих компаниях страдает, и на самый последний момент откладывается мероприятие в этой зоне это качество договорной внутренней документации, то есть есть творческий процесс создания продукта, создания проекта и так далее, тому подобное, и нет потенциала политической воли, возможно, желания его документировать. опять же в период применения нулевой ставки это, конечно, не несло ничего хорошего, но было отпущено компаниями на самотек, опять же по той же самой причине отсутствие отчисления в налоговый бюджет, отсутствие ощутимого риска и возможности как-то управлять налоговой своей нагрузкой. Сейчас оформление договорной внутренней документации приобретает особую актуальность и на этот вопрос нужно посмотреть еще с регрессом. То есть нужно не только осуществить и сделать усилия, осуществить мероприятия по оформлению документов на будущее на 25 год. Нужно пересмотреть еще и документы за прошлый период, опять же таки, если они уже не были предоставлены в налоговый орган в качестве тех или иных проверочных мероприятий. То есть здесь можно сказать только о базах, что документы во-первых должны быть оформлены в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к первичке. Документы должны быть информативны, потому что, например, акты выполнения работы и услуг, где написана только одна строчка, что работы и услуги выполнены и проставлена стоимость, это, конечно, не информативный документ, он обязательно должен содержать все подробности о том, какая работа, услуга оказывалась, выполнялась, желательно, какими ресурсами и еще бы неплохо подтвердить, приложить как-то оправдательные документы в виде отчетов, в виде переписки, в виде согласований, в виде корректировки, возможно, каких-то первоначальных ТЗ, которые были подписаны к договору и так далее и тому подобное. Вот весь этот пол документации должен быть приведен в порядок для того, чтобы в будущем хорошо и безболезненно пройти проверочные мероприятия со стороны налогового органа. Если эти документы не будут в порядке само по себе, это еще не повод к начислениям, но это повод копать и разбираться дальше. Почему? Были ли выполнены работы, были ли оказаны какие-то услуги, существовала ли сделка в реальности, существовали ли под нее ресурсы, кто работал в сотруднике или привлеченные сторонние организации и так далее и тому подобное. То есть некачественная документация, она породит новый пол вопросов к налогоплательщику, которые так или иначе налоговики будут задавать, выяснять и так далее и тому подобное. Поэтому пожалуйста обратите внимание на те документы, которые у вас есть. на нем тезисно просто моя речь по этому разделу зафиксирована, что в итоге нужно сделать по процедуре приведения в порядок договорной документации и вообще взаимоотношений с заказчиками. Это первая проверка ценообразования, самое главное на предмет это завершение цены, второе это проверка корректности распределения доходов и расходов и оценка самой документации по договорам. Поговорим про принципы бухгалтерского налогового учета при формировании стоимости активов НМА или заказного ПО. Тоже очень важная тема, которая могла не иметь должного, скажем так, внимания и усердия со стороны финансовых служб по тем же самым причинам нулевые ставки и отсутствие налоговой нагрузки и налоговых отчислений в бюджет. Первая зона, которая требует внимания, это сбор и накопление первоначальных затрат на разработки и приобретение актива. Здесь я просто хочу напомнить, что в последнее время вышли новые стандарты ФСБУ-26 капитальные вложения ФСБУ-14 НМА, которые содержат новые непривычные требования к накоплению и формированию стоимости, накоплению затрат и формированию стоимости активов нематериальных в бухгалтерском учете по сравнению с теми ПБУ, которые действовали ранее. Поэтому есть смысл еще раз пересмотреть список включаемых и не включаемых в первоначальную стоимость затрат, оценить такой вариант, как возможность не капитализировать расходы на разработку тем, кто вправе применять упрощенные способы учета. это, ну, грубо говоря, можно сказать, что это субъекты малопредпринимательства, те компании, которые состоят в соответствующем реестре. Дальше, когда будем обозначать риски, поговорим об этом подробнее, но вот этот момент нужно обязательно проработать в учетной политике закрепить, пользуется ли компания упрощениями или не пользуется. Нужно, естественно, посмотреть корректность перехода на ФСБУ-14, не потерялись ли какие-то активы в межрасчетном периоде, возможно, есть что-то лишнее, но как бы это обычная работа, она не уникальна именно для IT-компаний, этим занимаются все организации, которые сейчас имеют нематериальные активы, вынуждены переходить на новый стандарт, поэтому, пожалуйста, переходный период тоже не упускайте внимания. Ну, и также нужно вспомнить, что, поскольку IT-компании становятся плательщиками налога на прибыль, у них возникает, встает вопрос применения ФБУ-18, формирования разниц, в том числе и в виде разниц в составе бухгалтерской налоговой стоимости существующих активов, пожалуйста, если вам это релевантно, если вы не относитесь к субъектам малопредпринимательства, которые могут отказаться от применения ФБУ-18, смотрите, что, какие мероприятия здесь нужно сделать, какие налоговые активы, обязательства нужно отложенные либо постоянные, нужно зафиксировать в бухгалтерском учете. Почему это важно, почему мы это делаем? Переходим в колоночку риск и перечисляем главные риски, которые связаны с тем, что бухгалтерский налоговый учет, формирование первоначальных затрат на активы не ввелся должным образом. Но, в первую очередь, это налоговые риски, то есть расходы и убытки могут быть оспорены. У нас есть разница между бухгалтерским и налоговым учетом НМА, но если нет, опять же таки, документального оформления и нет закрепленных положений в учетной политике, то расходы могут быть поставлены под сомнение. Налоговый орган может настаивать, например, на капитализации определенных затрат в стоимости активов и, соответственно, уменьшать и расходы и убытки. Следующий риск – это искажение нераспределенной прибыли в сторону ее завышения, если, наоборот, в активах капитализировались те затраты, которые капитализироваться не должны были и должны были списаны быть в бухгалтерском учете, создав расходов. на что это влияет? В частности, на корректность выплаты дивидендов, о которых мы уже вспоминали и говорили выше, что власти подсветили этот эффект от IT-маневра и, в общем-то, недовольны тем, что средства не остаются в компании, а выводятся, например, доходы собственников в виде дивидендов. Так вот, если мы неправильно капитализировали расходы, если мы их не списывали в расходы и не уменьшали прибыль, больше выводили себе дивидендов, это в совокупности с другими, например, возможными рисками у IT-компании может создать следующий прецедент. Очень часто мы обсуждаем, в том числе с клиентами, когда подсвечиваем риски неправильной выплаты дивидендов, мы обсуждаем эффект, мы обсуждаем влияние. Но на что это влияет, кто это может оспорить? Это могут оспорить другие участники, это может оспорить какой-то контролирующий орган и так далее и тому подобное. Но если IT-компания попадает в такую ситуацию, что получает и доначисления по налогам, которые не планированы и которые для нее, например, являются неприподъемным налоговым временем, при этом в рамках контрольных мероприятий, например, есть потенциал для оспаривания вообще показателей отчетности и уверенности в том, что дивиденды были выплачены корректно, следующий путь, куда это может привести, это привлечение получателя дивидендов, в том числе к субсидерной ответственности, то есть если собственник компании регулярно получал доходы в виде дивидендов и не соблюдал все учетные принципы, не вел корректно налоговый учет и бухгалтерский учет и тем самым были созданы условия для переоценки фактов хозяйственной деятельности и пересчету налоговых обязательств, то есть налоговые обязательства, они могут быть просто несоразмерны с возможностями компании, которые у нее есть здесь и сейчас по погашению этого долга и наличие налоговых долгов сейчас очень часто создает риск привлечения лиц, принимающих в Лимане, принимающих решения, контролирующих компанию лиц к субсидиарной ответственности. Оценивайте, учитывайте этот риск, он существует. Еще один момент, о котором хотела поговорить, вот в частности, например, для малых компаний, которые отказываются от капитализации затрат на создание НМА, это возможность сложности в последующей регистрации ПО в реестре. Нужно же предоставлять документы, нужно предоставлять свидетельство того, что актив разрабатывался, задавался, какой перечень затрат, какая первоначальная стоимость накоплена, и если она не формируется в бухгалтерском учете, то, соответственно, эта информация не может быть предоставлена в регистрирующий орган. Если у вас есть, если среди присутствующих на этом вебинаре есть те, кто с подобными сложностями столкнулся, пожалуйста, напишите об этом в чате, поделитесь той информацией, которая есть у вас. Это очень интересно. Привело ли это вообще к каким-либо последствиям, если вы шли по этому пути, не капитализировали затраты на ПО, которые впоследствии регистрировали качественно отечественного в реестре. Что еще здесь можно сказать, какие риски? А, про этот риск я расскажу позже, когда мы проговорим про накопление затрат на улучшение. Правильно организовать учет первоначальной стоимости активов, это очень важно, но также важно разобраться с тем, как эти активы будут улучшаться. Вообще, в целом, долгое время ориентированно МСФО считалось, что нематериальные активы, они не могут быть модернизированы и улучшены по аналогии с основными средствами, потому что это совсем другая сущность и, скорее, улучшения совсем невозможны в силу просто специфики этих активов. И эти тезисы, они заложены в соответствующем МСФО и НМА, и очень долго все организации, которые хотели определиться в этом вопросе, есть ли у них улучшение НМА, есть ли у них потенциал для капитализации этих затрат или нет, они должны были обращаться именно к МСФО и там находить свои ответы, есть ли нет капитализации. Сейчас у нас появился ФСБУ-14, в котором прописана такая возможность улучшать НМА и увеличивать их стоимость, либо создавать новые активы в результате этого улучшения. Тут вопрос тоже дискуссионный, как и в каких случаях нужно подходить к вопросу, когда возникает новый нематериальный актив, когда улучшается имеющийся, но тем не менее у нас уже есть стандарт, по которому можно капитализировать эти расходы. В налоговом учете тоже появились поправки, они сформулированы очень неудобно в части НМА, потому что используются те же самые формулировки, что и для основных средств капитализации затрат на реконструкцию, модернизацию и так далее и тому подобное, то есть на такие сущности, которые в принципе не применимы к нематериальным активам, не могут быть использованы для этого актива. Но тем не менее такая поправка и требования о капитализации определенных затрат, которые улучшают нематериальный актив, они появились в налоговом кодексе в 257 статье еще в 23-м году, в августе 23-го года. Здесь на что нужно обратить внимание? Если у вас уже организован этот процесс, если вы уже улучшаете нематериальные активы в бухгалтерском и в налоговом учете, обратите, пожалуйста, внимание, что, скорее всего, поскольку и там, и там, и в бухгалтерском, и в налоговом учете нет четких понятий и определений, что есть, что, что есть улучшение, что мы капитализируем, а что нет, скорее всего, разность в списании, например, капитализация в бухгалтерском учете и списание на расходы в налоговом учете одних и тех же затрат будет признано налоговыми органами при проверке, ну, как несоответствующей действительности, как действие, направленное на минимизацию налогообложения и, возможно, на улучшение там, отчетности для каких-то определенных целей бухгалтерской отчетности. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, в экспертном сообществе есть некий консенсус, что все-таки затраты на улучшение НМА и в бухгалтерском и в налоговом учете, они скорее должны все-таки соответствовать друг другу и вот здесь разниц не должно быть. Почему? Потому что сейчас мы понимаем, есть ли у нас улучшение НМА, когда обращаемся к письму Минцифры, где даны определения таких вещей, как модификация и адаптация, потому что в связке именно с этими работами подходят ли те улучшения, которые мы производим под описание модификации либо в общем адаптации, подходят ли эти затраты под эти определения и соответственно делаем вывод, можем мы их капитализировать или нет. И поскольку истоки наших методологических выводов, они произрастают из одного и того же документа, из письма Минцифры, и для налогового, и для бухгалтерского учета выводы должны быть одинаковыми. Обратите на это внимание, если у вас уже есть улучшения. И вот здесь в этой части про риски сейчас озвучу тезисно, а потом поговорим чуть подробнее в разделе про устно. Хочу подсветить такой момент, что для тех компаний, которые уже применяют устно, планируют переход на устно и имеют, уже понимают, что либо сейчас в данный момент есть операция по улучшению либо эти мероприятия запланированы на будущее, нужно хорошо проработать вопрос возможности признания этих затрат на упрощенной системе налогообложения. Там есть нюансы и возможно есть риски по тому, стоит ли признавать эти затраты для целей налогообложения, а если стоит, то как это восстановить. Вот мы об этом чуть-чуть дальше поговорим. сейчас мне важно было только обозначить, что эта информация должна быть нами сегодня обсуждена и проговорена. Следующая зона, которая требует внимания, это также качество договорной внутренней документации, в том числе и по улучшениям МНМА. Здесь ничего нового я вам не сообщу, то есть мне кажется, что IT-компании все прекрасно знают, как нужно документировать и начало разработок, и начало накопления затрат, и начало капитализации затрат на улучшение, но иногда просто упускают этот момент из вида. Имейте в виду, что внутренней документации нам нужно распоряжение, приказы руководителя о начале разработки, о начале улучшения. Они нужны. Эти приказы также должны быть информативные с описанием и цели, и предполагаемого использования, и состава рабочей группы, и ответственных лиц, и периодов, которые будет разрабатываться или улучшаться актив, и желательно еще сметы доходов, сметы расходов под эти мероприятия. Вот. Такой документ обязательно нужно сделать, если еще нет, а затраты уже есть. Ну и здесь тот же самый принцип общий, что вся документация должна соответствовать требованиям к пермичке, это, ну, как бы, это база должна соответствовать требованиям закона, должна быть информативна, и при необходимости должна быть укреплена еще оправдательными документами, дополнительными отчетами, дополнительными там, какими-то пояснительными записками, бухгалтерскими справками и так далее, и тому подобное. Это все тоже работает в плане подтверждения затрат на создание активов заказного ПО. Что мы, подводя итог, что мы должны и желательно, чтобы мы сделали с прицелом на 25-й год для того, чтобы привести в порядок состояние учета и в 24-м, и в предыдущих годах. То есть это обязательно проверка порядка и принципа сбора накопления первоначальных затрат на создание актива, последующих затрат на их модификацию и проверка первичной документации и договорной внутренней документации. Если вам нужна некая опора, как себя проверить, есть письмо Минцифра, оно от 2021 года, достаточно старенькое, но тем не менее там просто есть перечень того, что ожидает ведомство увидеть хотя бы в минимальном пакете документов, подтверждающих все эти мероприятия. Если хотите, я с вами поделюсь, пишите. Что еще важно в этом разделе сказать, проговорить, озвучить? Отрасль IT по-прежнему человекоемкая, то есть все-таки людей очень часто работает в таких компаниях больше, чем железо, и генерят и активы, и выручку именно люди, и поэтому вопросу организации учета затрат на персонал должно быть уделено особое внимание в IT-компании. Если мы говорим о том, что начинается разработка нового продукта, то виды выплат в пользу персонала, они должны быть и список сотрудников, которые будут участвовать в конкретном проекте, они должны быть определены на начальном этапе проекта и потом просто при необходимости корректироваться, исходя из того, как проект реализуется, но это продумать нужно в самом начале. Еще один момент, который тоже очень нужно не упускать из виду, это порядок учета рабочего времени сотрудников, которые работают над теми или иными проектами и созданием активов. И здесь стоит подумать и о технической составляющей, как организован процесс учета рабочего времени и о методологической, то есть куда и как списываются затраты, как они между собой делятся, если сотрудник работает на нескольких проектов и высчитать конкретное время невозможно. Это должен быть в учетной политике закреплен принцип, как распределяется его рабочее время между теми проектами, которыми он работает. То есть это вещи, которые также составляют базовую документацию в IT-компании в части оформления учета затрат на персонал. Это достаточно важно и очень часто здесь есть над чем поработать. Имейте это в виду, проработайте вопрос документального оформления, потому что очень часто актив есть, стоимость есть, но весь этот ползатрат совершенно невозможно определить исходя из первичной документации. Здесь я не буду останавливаться на тех вопросах, когда к разработке привлекаются сторонние лица, подрядчики либо самозанятые, но я очень хочу вас пригласить сейчас тоже в наш телеграм-канал, там есть аналитика по рискам, которые существуют здесь и сейчас и актуально на данный момент по работе с самозанятыми, этой информации очень много, тема с самозанятыми это топ тем наравне с дроблением и с поправками в налоговый кодекс и я думаю, что она для вас тоже актуальна, пожалуйста, переходите по QR-коду и забирайте ту аналитику, которая у нас там есть, свежая подборка судебной практики, вы сможете над ней поработать и посмотреть, там есть и положительные и отрицательные судебные решения и вообще риски и сравнительный анализ, как документы и договоры с самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые отношения, на что нужно обратить внимание. Если вы, например, плотно не находитесь в этой теме, стоит ее освежить. Пожалуйста, переходите. Так, следующий слайд у нас десятый, Василия, это риски дробления необоснованной налоговой выгоды. Ну, тема хайповая, поэтому, конечно, мы про нее тоже поговорим. И вот в каком ключе. 176-й закон ввел определение дробления. Вы видите сейчас на слайде два определения, то есть тот, который содержит дан законом и определение, которое дано в письме ФНС, оно вышло буквально сразу же после принятия 176-го закона. В определении, которое есть в законе, четко написано, что считается дроблением, в том числе для целей последующей амнистии. Это разделение бизнеса и единого предпринимательского деятельности и процесса на несколько бизнес-юнитов самостоятельных организаций либо ИП, которые получают необоснованную налоговую выгоду через применение спецрежимов. И кажется, что это определение совсем никак не относится к IT-деятельности, потому что мы сейчас на данном этапе обсуждаем эти компании, которые применяют традиционную систему налогообложения и будут уплачивать в 25-м году налог на прибыль, страховой взнос и так далее, и тому подобное. И кажется, что группа лиц, например, состоящая из таких компаний, не имеет риска дробления и некой переквалификации и обобщения деятельности в одну. И, наверное, да, сегодня это выглядит именно так, исходя из формулировок закона. Но я хотела бы обратить внимание, что ФНС в своем письме несколько упростило определение дробления и уже не подсвечивает тот факт, что искусственное распределение доходов и расходов и между разными юридическими лицами МП должно происходить с применением именно специальных режимов. То есть упоминается преференциальный налоговый режим, но что это значит? Будет ли туда, например, сниженная налоговая ставка по налогу на прибыль? Может быть, и подходит. То есть вполне возможно это тоже как бы тема подумать на будущее. И дальше я приведу свои мысли, свои рассуждения на этот счет. Могу только сказать, что в целом поправки, которые связаны с доработлением, у меня вызывают такие ощущения, что они направлены в первую очередь на мобилизацию бизнеса, который использует разделение своего производственного процесса. То есть направлены на мобилизацию и возможно на отказ от этого разделения в будущем. То есть это некий инфоповод для того, чтобы ряд компаний просто-напросто самостоятельно отказались и корректировали свою налоговую нагрузку, объединив все-таки бизнес, ну, либо отказавшись от спецрежимов. Почему у меня возникает именно такое ощущение и его нельзя подкрепить какими-либо фактами или доказательствами. на сегодняшний день категории признания тех или иных действий дроблением либо законным разделением деятельности ни в одном законе не установлены. вы на слайде видите письмо ФНС в котором было дано вот это определение которое в табличке вырезено и дальше сформулированы кажется девять критериев тех вариаций разделения бизнеса которые тянут на дробление все эти девять примеров они сформированы и выросли из судебной практики то есть из состязательного процесса между налоговым органом и налогоплательщиком то есть в каждом из конкретных случаев налогоплательщики пытались доказать что в общем-то они делают все правильно и не нарушают закон часть из них терпела неудачу часть отстояла свои права на законы разделения бизнеса на наличие экономической цели поэтому эти критерии которые сейчас формируются в судебной практике они они подвижны все равно то есть да есть определенный костяк который нельзя не замечать но тем не менее очень многое зависит от того насколько готова компания принимает решение защищать свою бизнес модель насколько она методологически проработала свои цели свои экономические задачи которые решаются через дробление помимо снижения налоговой нагрузки от этих вещей зависит исход судебного дела и зависит будет ли данная конкретная например какой-то спор положен кирпичиком в стену критериев которые называют бизнес модель дроблением или нет поэтому этот процесс подвижный живой и он сейчас продолжается все еще поэтому рассуждение разговора об амнистрии о том как она будет работать в будущем и так далее и тому подобное для меня пока не очень актуально потому что нет однозначного все равно понимания а что признается дроблением и нужно ли соглашаться например с налоговым органом который либо на проверочном этапе либо уже выходя проверку видит несколько юридических лиц и например пытается их объединить в одно лицо с совокупностью налоговых обязательств поэтому я думаю что вот именно как инфоповод поговорить об этом вопросе о дроблении поговорить о своей готовности например к защите своей бизнес-модели вот он создан как раз законом 176 ФЗ для того чтобы уделить еще раз должное внимание после всех громких судебных дел решений доначислений и так далее и тому подобное тем не менее еще один инфоповод а не руководство к действию для того чтобы отказываться от своей бизнес-модели либо составлять четкое представление что есть что возвращаясь к IT то есть это был такой не вполне отраслевой спич но тем не менее возвращаясь к IT на сегодняшний день исходя из тех формулировок которые есть в законе можно с определенной уверенностью утверждать что если у вас в группе есть главная производственная компания которая выделила ну либо создала вновь свою IT-компанию спутник и обе компании применяют традиционный режим налогообложения головная главная 25% IT-компании 5% скорее всего здесь риски признания такой бизнес модели дробления минимальны для того чтобы налоговые обязательства объединялись в рамках налоговой реконструкции и считались в совокупности тем более если IT-компания допустим не выполняет какие-то условия по доле выручки либо по условиям аккредитации то ей конечно будут просто начислены налоги по общей системе налогообложения как самостоятельные единицы и тут для налогового органа нет ничего сложного скорее это даже проще сделать чем объединять когда риск повышается риск признания дроблением риск расчета совокупных налоговых обязательств когда есть в группе две ну там и больше именно IT-компании то есть не производственная и IT а есть главная IT-компания например с общей ставкой налогообложения 25 и есть IT-компания у которой есть льготная ставка и между ними совершенно четко разделены потоки квалифицированной неквалифицированной выручки но не очень хорошо разделены например сотрудники между компанией их распределение их труда то есть и в наличии еще другие признаки общей общей деятельности направленной на одни и те же там допустим разработки и так далее и тому подобное вот при таких условиях риск повышение риск признания дроблением он повышается он возникает потому что здесь конечно явная налоговая оптимизация и вот использование преференциального режима в терминологии ФНС письма ФНС здесь естественно имеет место быть какая ситуация еще создает дополнительные риски дробления это если у нас есть IT-компании которые находятся в группе и которые применяют одна упрощенный режим налогообложения другая традиционный режим налогообложения например например со льготной ставкой со ставкой 5% и с четким разделением потоков выручки здесь те же самые риски имейте это пожалуйста ввиду посмотрите на структуру своих групп если они таковы и попримеряйте на себя определение дробления и те шаги на которые подталкивает подталкивает законодатель на отказ от такого разделения риски утраты права на применение льготных ставок здесь мне хотелось просто озвучить общую информацию о том что риск утраты права на применение льготы возникает в свете двух обстоятельств если компания не подтверждает свою аккредитацию не продлевает ее либо имеет снижение уровня квалифицированного дохода по тем или иным причинам повысился в периоде доход общего характера ну либо были проведены те или иные контрольные мероприятия по проверке цены проверки стоимости проверки объема выручки и так далее если вдруг компания попадает в ту или иную ситуацию то есть лишается аккредитации либо лишается уровня 70% квалифицированной выручки она теряет право на эти льготу причем если это происходит в середине года то право считается утраченным с 1 января 2024 года что касается налога на прибыль то такая компания просто нарастающим итогом определяет свою выручку и ее и налогооблагаемый тариф по общим правилам то есть если мы говорим про 25 год то это уже будет не 5 а 25 процентов если говорим о сегодняшнем дне то это будет не 0 а 25 процентов по страховым взносам точно так же с начала календарного года нужно сделать пересчет на посток поскольку взносы считаются не нарастающим итогом а квартально то нужно пересчитать размер страховых взносов и подать уточненное РСФ здесь я хотела бы обратить внимание на судебную практику которая позволяет тем компаниям которые являются субъектами малого предпринимательства и априори имеют право на пониженный тариф страховых взносов если они попадают например в такую ситуацию и еще более низкий тариф 7-6 процентов для них становится недоступным в этой судебной практике закреплен следующий порядок действий при пересчете либо самостоятельном либо по инициативе налогового органа должна быть применена именно та ставка которая релевантна для субъектов малого предпринимательства ее не нужно каким-то специальным образом выбирать применять к себе она им дана просто по умолчанию законом поэтому если вдруг вы теряете право на льготу и на тариф в размере 7-6 процентов либо 0 процентов если была высокая заработная плата то имейте ввиду что обязательства должны быть пересчитаны не исходя из полной общей ставки в 30 процентов страховых взносов а все-таки можно еще взять 15 это то что касается пересчетов если вы уже сегодня чувствуете что в свете тех изменений которые грядут возможно в 25 году вы не обеспечите себе уровень квалифицированной выручки в 70 процентов то есть смысл с учетом вообще всех идей по поводу и возможности реорганизации бизнеса и всех замнений например в части драмления рассмотреть переход компании на устно ну если компания просто является самостоятельной единицей для нее нерелевантное рассуждение о дроблении реорганизации то вот как раз эта тема для нее дальше у нас есть блок про устно мы к нему очень быстро сейчас придем но мне хотелось бы подсветить еще несколько моментов которые которые могут спровоцировать потерю баланса 70 на 30 потерю объема квалифицированной выручки и который вообще не связан никак с изменениями законодательства и с теми поправками которые грядут в 25-м году здесь мне хотелось бы поговорить про два вида деятельности операций которые которые прежде вот в предыдущие годы очень часто эти компаниями трактовались как операции приносящие квалифицированную выручку это передача прав на программное обеспечение для банков и это передача прав на ПО которое зашло в компанию в качестве заказного а не собственного то есть которое было создано по хозяйственному договору то есть у этого ПО был первоначальный некий заказчик сначала про банковское ПО хочу поговорить по моим наблюдениям где-то там в районе 21-25 банковского именно ПО разрабатывала его модифицировала обслуживала сопровождала и так далее и тому подобное передавала в пользование банку и тем самым обеспечивала себе приток квалифицированной выручки и такая модель работала до определенного момента но в 23-м году уже по-моему появились письма о том что письма Минфина о том что во-первых из объема квалифицированной выручки исключаются доходы которые приносят программное обеспечение предназначенное для получения банковских услуг определенного вида а затем вышли письма однозначно отвечающие на вопрос имеет ли значение что организация ну в принципе априори может и не знать что она разработала банковское ПО и передает да заказчику банку но она не знает и не закладывала вообще при его разработке и передаче по договору тот факт и тот риск что это то самое ПО которое не приносит квалифицированную выручку то есть использование предопределяет ли использование этого ПО тот заказчик который приобретает права на него Минфин отвечает да предопределяет то есть если эти компания разработала ПО ну либо обладает программным обеспечением которое интересно банку и передает ему по лицензионному там например договору это однозначно свидетельствует о том что такой поток выручки должен исключаться из размера квалифицированной несколько позже то есть это письма где-то июня 24 года несколько позже вышло письмо Минфина о том что все-таки ну из квалифицированной выручки исключаются те потоки по тем договорам которые связаны с предоставлением прав на ПО которые при помощи которого действительно оказываются банковские услуги но если банк приобретает права на ПО которые ну я не знаю офисное ПО какое-то которое не связано с оказанием банковских услуг то вроде бы как можно можно включать в квалифицированную выручку где эта грань какое ПО обеспечивает банку и задействована в оказании именно банковских услуг а какое не задействована эта грань ее очень сложно провести в моей практике был такой кейс вот прям буквально как я рассказываю то есть эти компании спутник мобильного банка разрабатывала даже не приложения а несколько более сложные более сложные программные продукты но все-таки для банка для мобильной версии приложения и вот признав эту модель годной примерно в 21-22 году работала и применяла льготу не следила за изменениями и вот в конце 23-го начале 24-го года с удивлением обнаружила что оказывается право может быть на льготу утрачено самостоятельно не внутри компании ни юристы ни эксперты и мы как консультанты аутсорсинг не смогли определить насколько предназначено это ПО которое является предметом договора действительно для оказания банковских услуг поэтому решили обратиться в Минцифры за разъяснениями что хочу сказать у Минцифры тоже нет ответов на все вопросы то есть ответ не был получен и поэтому компании пришлось принимать самостоятельно решения которые не вполне радостные то есть 24-й год компания решила доработать с льготой а все-таки в 25-м году отказаться от применения льготы потому что риски слишком велики для переквалификации вот это пример из практики который который действительно имел место быть заказное ПО буквально два слова скажу про заказное ПО в 24-м году в апреле вышло письмо о том что если компания разрабатывает ПО по договору заказчикам и впоследствии распространяет права на пользование этим ПО то этот поток выручки нельзя считать квалифицированным то есть квалифицированной выручкой все-таки считается только стоимость разработки последующая передача использования этого ПО которое в терминологии Минфина не может считаться собственным приток элифицированной выручки уже приносить не может позиция спорная но Минфин высказался в принципе достаточно четко поэтому здесь нужно посмотреть есть ли у вас вообще такие операции по использованию ПО которое было заведено в компанию в качестве заказного опять же-таки пересмотреть документацию и возможно есть есть варианты предположения о том что если такое ПО было впоследствии модифицировано самой компанией для себя то оно уже приобретает статус собственного и способно приносить квалифицированную выручку но опять же таки был ли факт модификации насколько он задокументирован факт модификации заказная документация она может быть в порядке а если модификация не оформлена должным образом то это ставит под риск вообще поток выручки от использования такого ПО обратите внимание это достаточно свежее разъяснение здесь я тоже хотела сделать минутку отвлечься и обратить ваше внимание что у нас в телеграм-канале есть материал по поводу новых положений для УСНА которые с 25 года вступают в СИВУ если для вас это релевантно переходите читайте пользуйтесь часть информации я взяла для данной презентации она немножко дублируется но тем не менее полностью не совпадает сейчас на слайде вы видите те пороги которые изменились на 25 год в связи с возможностью применения УСНО и перехода на УСНО и мы видим что возможности существенно расширяются некоторые компании которым не был доступен этот режим могут на него перейти почему это интересно для IT ну наверное вы уже поняли то есть если компания предполагает что она может потерять право на льготу есть у нее такие опасения то УСНО это ну наверное один из первых режимов о котором стоит подумать есть еще Сколково я надеюсь что мы успеем про него тоже поговорить УСНО в 25 году для этого спецрежима введен режим налоговложения НДС большой эффект много обсуждений какую ставку выбрать насколько это справедливо и так далее и тому подобное здесь для IT компаний я сразу хочу перейти к той части что у них есть достаточно большая возможность вообще не платить на УСНО НДС ну если они соответствуют освобождению по 149 статье то есть если компания сейчас применяет IT льготу налогу на прибыль по страховым взносам есть риск ее утраты и при этом компания соответствует тем требованиям которые освобождают от налогообложения НДС операции а именно осуществление операции с использованием реестра ОПО передачи прав на него то в принципе перейти то есть такая IT компания при переходе на УСНО будет иметь будет иметь больше выгод от этого спецрежима нежели другие налогоплательщики для которых НДС становится актуальным как раз у нас в телеграм-канале приведены по моему письма о том что да совершенно точно 149 статья и освобождение по 149 статье распространяется на тех кто перешел на УСНО и такие компании не должны платить НДС также не платят НДС те компании которые передают право пользования НПО иностранным заказчикам это следует из 148 статьи поскольку поскольку место по правилам которые заложены в эту норму правилам определения места оказания услуг выполнения работ в данном случае будет считаться иностранное государство и такие такое ПО такие права они будут считаться реализованными на территории РФ соответственно они не будут создавать объект налогообложения хотели поговорить про риски улучшения НМА и признания этих затрат для целей налогообложения при применении УСНО если вы знаете и сталкивались на УСНО есть своя система определения доходов и расходов во-первых это канцовый метод во-вторых это ограниченный перечень расходов четко обозначенных в налоговом кодексе и вот в этом как раз проблема потому что затраты на приобретение основных средств и материальных активов они четко прописаны в налоговом кодексе в главе 26.2 и возможны для уменьшения налоговой базы при выборе объекта дохода и расхода при применении УСНО то есть приобретать основные средства и материальные активы можно улучшать прямо можно только основные средства то есть модернизация реконструкция эти затраты тоже прямо названы в данной главе улучшение НМА хоть в каком-либо виде вообще не прописано в 26.2 главе и в связи с этим возникает неопределенность а могут ли эти затраты эти расходы уменьшить налоговую базу забегая вперед я могу сказать что здесь есть над чем подумать и как раз через проработку методологии как бухгалтерского так и налогового учета тех замах улучшений о которых мы говорили выше это вопрос учетной политики это вопрос трактовок ФСБУ-14 это вопрос проработанной и хорошо обоснованной методологии и пожалуйста если вам это интересно напишите пожалуйста в комментариях кодовое слово НМА и мы сделаем соответствующий пост в нашем телеграм-канале и познакомим вас с этими возможностями как как можно попытаться перейти на усно и сохранить свои расходы на улучшение НМА и право признать их при расчете налоговой базы по упрощенному налогу если для вас актуально напишите пожалуйста в комментариях НМА это будет для меня кодовое слово что вам эта информация интересна так что здесь еще здесь я еще хотела бы сказать пару слов о том что можно часто слышу обсуждения и варианты того что можно комбинировать с применением усно и например применение IT льготы по страховым взносам но чисто практически это сложно реализуемая вещь потому что мы помним что и для налога на прибыль и для страховых взносов для пониженной ставки для преференции IT компаниям нужно соблюдать одни и те же критерии нужно чтобы была аккредитация нужно чтобы развесовка квалифицированной неквалифицированной выручки было в рамках пропорции 70 на 30 и как бы если компания не может претендовать на льготу по налогу на прибыль ввиду того что не соответствует этим критериям то автоматически это отсекает ее от льгот по страховым взносам поэтому вот эта комбинация усноу плюс пониженные страховые износы как IT компания это вряд ли реализуемая вещь есть ну то есть из области фантастики здесь только можно говорить о том что поскольку доходы и расходы кассовым методам при упрощенке признаются в итоге они денежные потоки то есть их поступления нераспределяемые во времени как при традиционной системе налогообложения могут обеспечивать в определенный момент нужную там долю 70 на 30 но управлять этим процессом осознанно если заказчики компании не являются зависимыми лицами которые могут договариваться о том когда и что они друг друга оплачивают это практически невозможно поэтому здесь я бы не не говорила о какой-то возможности комбинации и еще один момент обязательно нужно проговорить это желание возможно возникшее в определенном сегменте бизнеса перейти на устно но не просто на устно а еще и на льготный режим со ставкой налога 1% вообще повысилась активность и это тоже доступно в открытых источниках повысилась активность и интерес компаний после введения после информации о том что упрощенцы теперь тоже будут платильщиками НДС активность выросла по регистрации компаний в льготных регионах которые привлекают вот этими очень низкими ставками налога 1% часть регионов дает такую ставку всем желающим часть регионов например дает только IT-компания есть Адыгей Дагестан в 2024 году я посмотрела по диагонали перед вебинаром есть преференции именно для IT-компаний аккредитованных и не всегда привязанных к 70% например доле выручки у кого-то есть требования о 70% доле выручки квалифицированной но тем не менее это вообще на мой взгляд это бомба замедленного действия переход такие юрисдикции потому что ну это сразу же помещает компанию под определенный контроль и наверное признание его условным нарушителем и потенциальным скажем так носителем дополнительных отчислений в бюджет в будущем когда налоговая все-таки дойдет посмотрит и опротестует регистрацию компаний в льготном регионе и сочтет невозможным ее присутствие и доначит налоги по общим ставкам ну хорошо если по общим ставкам на усно нужно еще учитывать что если здесь подмешивается необоснованная налоговая выгода то это еще и штраф 40% поэтому пожалуйста если посещают мысли о применении усно и регистрации в льготных юрисдикциях в льготных регионах которые дают возможность платить совсем маленький налог пожалуйста посчитайте сразу тот резерв который вы должны иметь в виде общей ставки налога в виде 40% штрафа от неуплаченного налога в виде пени которые могут накапать за тот период пока вы пользуетесь этой преференцией то есть этот риск он должен быть оцифрован его нужно понимать его нужно учитывать и иметь понимание еще чего он может быть погашен в будущем если он будет найден а то что он будет найден у меня практически нет сомнений это вопрос времени это просто отложенный отложенный момент на следующее действие налогового органа примерно так же как с блогерами Сколково это достаточно вкусный режим для эти компании потому что освобождает практически освобождает от налогообложения и от налога на прибыль и от НДС и от налога на имущество дает пониженную ставку по страховым взносам в виде 15% на слайде вы видите те документы которые нужно обязательно изучить если вас посещает мысль стать резидентом Сколково это непростой процесс я так понимаю что не с первого раза компания может вообще попасть собрать весь пакет документов и обосновать то что она может получить статус резидента Сколково то что у компании есть некая инновация и некие разработки и некая исследовательская деятельность здесь мало просто быть участником IT отрасли здесь нужно еще и иметь конкретный проект о осуществлении исследовательской деятельности и уметь его защитить это первая основная возможность входа в число участников Сколково второй нюанс который тоже нужно учитывать именно вот эта исследовательская деятельность она и должна приносить прибыль она и должна быть коммерциализирована то есть другие источники дохода компании например предоставление займов например сдача в аренду то есть вообще другие потоки выручки которые доступны например просто IT кредитованным компаниям хотя бы там 30 процентов налоговой налоговой выручки для применения работы они могут отдать на то что не связано с IT сколковцы очень сильно ограничены в своих возможностях по зарабатыванию денег грубо говоря иными способами кроме как использования своих собственных исследовательских разработок это тоже нужно учитывать на слайде вы видите дел немного но тем не менее они есть то есть на это все равно обращается внимание да спящий режим контроля сейчас за этими компаниями если уж они получили резидентство но тем не менее бывает что и лишают статуса и соответственно лишают льгот если это подходит если статус сколкового все-таки можно получить то преференции как я говорила уже очень интересные это нулевая ставка по налогу на прибыль это освобождение от НДС по 145.1 статье это освобождение по налогу на имущество это сниженный сниженный тариф страховых взносов что нужно мониторить тем кто стал резидентом сколкового это ну во-первых подтверждать регулярно свой статус нужно следить за объемами выручки потому что годовая выручка для применения льгот не должна превышать 1 миллиарда рублей и нужно мониторить совокупный размер прибыли нарастающим итогом с начала каждого налогового периода если имеется превышение годовой выручки то нам нужно посмотреть регрессом назад и увидеть с какого момента прибыль превысила 300 миллионов рублей именно тогда начинается пересчет налога какие возможны комбинации льгот из колкова можно комбинировать с другими преференциями которые есть в налоговом законодательстве например можно применять льготу сколковую по прибыли можно применять льготу по НДС по 149 статье или по 145.1 здесь есть выбор можно попытаться применять эти льготы по страховым взносам с учетом всех обстоятельств которые которые были озвучены выше но на будущее в 25 году на обществе налогообложения в принципе это возможно и имеет смысл то есть если IT-компании платят 5% налога на прибыль а сколковцы не платят ничего то можно и обеспечить себе пониженную ставку страховых взносов 7-6% по сравнению с 15% которая для сколковцев дана и скомбинировать ее с нулевой прибылью и с освобождением по НДС такая комбинация вполне возможно возможно комбинация упрощенки и IT-льгот по страховым и льгот по НДС что нужно сказать про НДС вообще отдельно про льготы по НДС упрощенцы сколковцы они до 60 миллионов выручки до 60 миллионов пользуются общим порядком они освобождены от уплаты НДС по 145 статье как только эта выручка превышает данный лимит сколковцу нужно вообще решить что он дальше делает с НДС нужно проверить имеет ли он право по 149 получить освобождение ну либо по 148 если есть иностранные заказчики либо есть потребность перехода на освобождение по 145 точка 1 статье это специальная статья для исчисления НДС освобождение НДС для резидентов Сколково и здесь нужно обязательно уведомлять ФНС то есть не пропустить этот момент если вы не уведомили ФНС о том что вы планируете этим освобождением воспользоваться после того как доход превысил 60 миллионов например на упрощенке то можно попасть на НДС и уже придется выбирать ставку там 5-7-20% вот такие сколково возможны комбинации я хочу еще раз повторить если у вас возникли вопросы вы их написали в чате либо у вас возникли вопросы которые возникли в ходе лекции но вы никак не озвучили в чате вы можете написать напрямую мне по этим контактам которые вы сейчас видите на экране все вопросы мы с коллегами возьмем в работу и обязательно вернемся с обратной связью либо в телеграм-канал либо напрямую если вы обратитесь ко мне с каким-либо запросом или просьбой помочь разобраться в зависимости от того насколько сложен вопрос либо я озвучу свою позицию на этот счет либо мы обсудим некую консультацию в другом формате с предоставлением документов если это необходимо будет если необходимо проанализировать такие документы общая ссылка на наш телеграм-канал здесь не хватает на этом слайде не хватает спасибо всем за внимание прошло два часа оказалось что этого времени очень даже мало для того чтобы поговорить про эти я всех благодарю кто пришел сегодня дослушал до конца до конца до конца до конца Продолжение следует...